Ребят, всем привет! Мы приехали в дневной, в будний день к Антошкиным родителям. Они еще на работе, а мы тут приехали сначала, в общем, к дедушке заехали, вы видели, взяли у него картошечки. Готовим сейчас, можно сказать, обед-ужин. И сейчас покажу, чем занимается Сашуля. Сашуля, в общем, пускает пузыри. Такая огромная штуковина. Мы раньше с Антоном не понимали. Я думала, что оттуда вылетают такие большие пузыри. А на самом деле вылетает просто много пузыриков, но они больше, чем обычные по своему диаметру. Но Саша просто тащится, мы тоже кайфуем. Вот он сам засовывает. И сейчас еще ветреная погода, и ветер сам выгоняет эти мыльные пузырьки. Такая, конечно, красота. Полетели, 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 полетели. Такая скульптура просто. И обратно бежит. Смотрите, какие красивенные емки здесь. Вообще, конечно, на участке, как этот заповедник. Так много здесь емок разных листов, еловых листов. Представители полетели, да, шарики. Они так классно сейчас вот ветер подхватывает, и они летят высоко-далеко. Саша вытащится. Он у нас уже и обычный тоже надувал, сам дул. На самом деле, он еще любил облизать эту штучку. А тут ничего делать не надо. Засовываешь, оттаскиваешь, и ветер сам надувает шарики. У нас такая погода непонятная. По прогнозу погоды якобы должен был быть дождь, тепло-холодание. На самом деле, так тепло, хорошо. Ну, ветер, и ночью. Поэтому особо не искупаешься. Полетел, 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 полетели, 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 как высоко полетели. Вот, свежая картошечка варится. Так как она совсем молодая, думаю, времени на ее приготовление пойдет меньше. Просто помыли и залили. И вот салат тоже. Все свое. Ну, кроме помидорок, огурчики, салат лиственный, этот укропчик. Такая просто красота. Можно картину рисовать с этого. Вот когда огурчики начинают только идти, только появляются, они, по-моему, самые вкусные. И вот этот сорт с пупырками особенно нравится. Они хрустящие и сладкие. В общем, как всегда, как только появляется клубника, она на вес золота. Вот мы все, что осталось, все, что приехало с нами от дедушки. Мы там с грядки посидели, кушали, ели. Саша, кстати, оказался большим любителем лука. Я ему все предлагала клубничку, а он рвал лук и жевал его. Так что и закусывал огурчиком. Вот у Антошкины мамы здесь такой мини-огородик. Ретет базилик, в общем, разные травки. Укропчик, лилиса, петрушечка. Здесь даже вон зреет клубничка. Сашуль, тебе вкусно? Сашуля большой поклонник парников. Объясняет такой, как, что тут надо выращивать. Взял у меня самый большой огурец. Ну и вот все жует, все проверяет, как салат, как огурчики, как помидорки растут. Только что проснулся. Тут такой кайф у деда, ребят. Все сейчас созрело. Ну не все, конечно, еще, но многое. Вон Аня ползает кушать клубничку. Да, зелененькую копчушку. А Сашуля большой поклонник огурцов и гречки. Я в парнике мог сидеть, наверное, часами. Тут реально просто дзен. Сашуль, согласись со мной. Сейчас там ветер такой сильный на улице, да. Ой, смотри, какая красивая. Сейчас посмотрю, подожди, покажи. Покажи. О, класс. Тебе вкусно? Просто вот, ребят, это лето на даче, это такая благодать. Все мы это подтверждаем. Короче, да, надо учиться эти грядки окучивать. И выращивать все. Ой, тут такие красивые. Знаете, такие рецепты, когда огурчиком лук заедаете и потом еще укропчиком. Как думаете, вот это вкусно? Это вкусно, честно вам говорю. Деда лук вообще феноменальный. Вроде лук как лук, но он настолько сладкий, настолько вкусный. Вот такой огромный. Ребята, вот накопали свежей картошечки. Будем ее кушать. Да, смотрю за ним. Вот, пошел тоже, видимо, продолжать копать картошку. Вот. По носу сидит. Помогает деду веники делать. Да, да. Сашоль, вот ему на гущу событий, ему неинтересно где-нибудь сидеть на солнышке, ягодки кушать. Ему надо идти вот там, где рубят дрова, делают веники. Сашоль, деловой. Деловой. Когда он еще совсем свежий, ты представляешь, как его распаришь. Ему тоже надо их распаривать правильно. Если ты неправильно распаришь. Ну, а как правильно? Ну, замочить надо заранее. Я его в колодец им пускаю, когда они сухие. Ага. Ну, потом уже горячей водой, и он так распарится, как кисель сделает себе. Вот сейчас вот таким парится, все тело обхватываешь. Подаешь, нефотно. Подержи. Ой, какой большой веник. Больше тебя. Больше тебя. Ты говоришь, девушки, давай делай новый веник, да? Будем маленький делать. Сейчас одену. Спасибо. Вкусно пахнет, да? Да, деловой человечек. Он тут реально расчищал вот эту площадку от листиков. Газонокосилка там? Давай, давай. Молодец. Подавай. Сюда его подай. Вот, молодец. Работаешь уже совершенно. Да, работать любят. А безработник, говорят, плохо. О, молодец. О, молодец, Сашенька, молодец. О, как он. Скорость уже увеличилась. Дед, давай, давай. Молодец. Все подал. Спасибо. Спасибо. Ну, тебе теперь попариться можно. Да, вот такие маленькие. Тебе как раз. Хорошие. Хватает. Хватает, да? Сейчас завернусь. Хватает. Давай, ты попаришь. Попар. Попар. Попар, вот эти девочки. Я чуть-чуть не поняла, почему листья нельзя. Листья до конца. А, листики? Теперь, наверное, их нет. Все вот это, капрон. Они плохо вяжутся. У нас скользкая, да? Ну, да, вот. Вот такая огненная. Вот она хорошо... Цепляется. Да, и его узел держит. А эти вот сразу и раз и готовят. Распыляет. Сашуля, все агрегаты, все какие-то вот такие штуки. Знаете, ребят, что это такое? Горелка. Обжигать доски. Где-то всю баню как-то. Обжигал? Всего-то лет 30 назад. Или лет 15 назад. Вот так и надо, да? Или 20, да. Вот две самые интересные игрушки. Да. Которые совсем не игрушки. Да. Нет, там кошечка лежит. Иди поспать. Рыженькая, которая? Рыжая. А, да? Сашуль, пойдем на кистью посмотрим? Мяу-мяу. Пойдем? Нет? Тебе тут интереснее? Это еще была черненькая. Она взяла всю болезнь мою к себе, хорошая. Наверное, так и было. Я так думаю, не знаю. Скорее всего. А так мы уже есть. Я мягко. И так она ко мне пришла. Пристала ее все время. Я ее каждое утро кормил. Тебе нравится этот маленький столик? Кругленький. Я считаю, что у нас мало стол. Ребята, мы тут в поисках маленького диванчика аккуратненького. Пожалуйста. Гостевого. Пожалуйста. И тут можно лечь вот так. Самые гостеприимные диваны. Нет. И Сашуля кайфует. Ну да, Саша тут бедает просто. Просто. До этого мы получали новые документы. Да, так Сашуля там. Моська. Сашуля там развлекал. Сашуль. Мы оба что-то пытаемся доказать. Смотри, какой диван. Просто он мне, знаешь, сбитую эту... Тирамису напоминает. Ну да, есть такой диван. Сашуль, ты что делаешь? Он может тут на кого двигаться. Бежит. Тут вообще можно ходить, где мы ходим. Сашуль, ты головой измерял. А, там, видишь, это... Чуть-чуть. Ребята, видите, там многоярусное, что-то начало шататься. И так, как я живу, что раз, 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 у меня тут не ходило. В общем, выбор огромный, но нам надо очень маленький. Нам, да. Саш, ты подожди. Чуть ли не метр тридцать в ширину. Вот такой маленький диванчик. У Аниных родителей такой есть, мы на нем спим. Может, 300 миллионов лет. Подтверждаем, что это реально вдвоем спать на... Всем никакого стиля нам нет, но он такой удобный. Он так хорошо разбирается. Ну да. Тут самое главное конструкция. Вот тут у нас эстонское производство есть. У нас с тобой полезли. Которое производит вот правильную, самая простая конструкция, самая надежная. Без всяких там выдвижных пружин. Ну да, вот я сейчас... Мы один увидели диван и что-то не до конца поняли. Полчаса разбирать, как он вообще разбирается в итоге. Что это надо сделать? Ну помнишь, ты такой стульчик хотел, Анют? Расписной. А, да. Аню, знаешь, как... Что вот это такое? Ребят, знаете, как это называется? Тахта. Ребят, Анина мечта. А чем? Для Сашули купить столик. Вторая мечта, чтобы он за ними сидел еще. Ну он как бы сидит, так что не надо. Ну тебе нравится или... Да нет, это они не очень. Ну цвета такие. Вырви глаз немножко. Слушайте, не кажется, что кроватка высокова? Да, там один веще и второй на краску. Ага, понял. То есть она не... То, что детский отдел. Примерно Саша будет делать. Залезать просто. Да, у тебя кровать такая большая. Ребят, у нас с Максом, с моим братом, была двухъярусная кровать. И у нас она была. А, у вас тоже была? Да. Вот видите, как круто. Смотри, какой мягкий. Ого, ничего себе. Ноу-хау. И все, все удобно. Ну кошечки бы оценили подостоин. А, ну да, реально когтеточка еще одновременно. Идеальная когтеточка. Мы идем чипать подарок. Все, ребят. Сашуля себе игрушечку выбрал уже. Слушай, какой снуд. Снуд. Ребят, кто знает, что такое снуд, пишите или одевайте его срочно. Снуд, су-фу-фу. Слушай, ребятенька. Ну Саша все выбрал. Когда оно заложено, тогда снуд? Да. Бывает зуд, бывает снуд. И вот. Сашуля не выпускает из рук вот этого зайку. Да. На улице дождь. Мы шли из магазина. Он начал сяду. В общем, Сашу не увезти. Саша изучает лужи. И я поняла, насколько уже необходимо ему купить резиновые сапоги, чтобы он у них прыгал по лужам. Потому что сейчас он это делает в своих ботиночках. И просто вот, ну не забрать ребенка. Ребенок изучает глубину лужи. Каждую лужу просто изучает. Сашулька, ты каждую лужу изучаешь? Ты все лужи изучил? Молодец. Солнечко. Здрасте. Здрасте. Да. Снег обычный. Да. Ё-о-о. Ё-о-о. Я хочу, чтобы он убрал там машину. Ну как тебе? Понравилось? Классная камера. Прикольно. Подождите, еще потом мы две детенки подали. Иди на с бабушкой. Да. Вы его можете подавить. Да. Вот. Какие. Как по-у-у. Так. О! Так. А. Субтитры сделал DimaTorzok